Международные резервы Казахстана за период с января по май 2014 года с 95 миллиардов долларов выросли до 102, сообщило информационное агентство новости Казахстан. При этом валовые золотовалютные резервы Нацбанка подросли до 28,5 миллиардов, а активы Нацфонда за этот же период увеличились до 73,5 миллиардов долларов. Цифры впечатляющие. Государство, стало быть, процветает. И народу грех жаловаться, ведь уровень бедности среди населения Казахстана самый низкий по Европе. В Италии, к примеру, бедствует около 30% населения, в Швеции и Люксембурге около 18%, в Румынии 40%, в Литве 35%. А в Казахстане, не шутка ли, всего 4% населения имеют доход ниже прожиточного минимума. Вот это действительно повод для гордости, причем на международном уровне. О классовой стратификации прекрасно осведомлен и бессменный лидер нации Нарсултан Назарбаев. Все в мире там, слой, пирог. Наверху общество находится 10-15%. Очень богатых людей. В середине находится средний класс, 70-80%. И внизу всегда бедняки. Смотря как. Однако самые низкие в Европе показатели уровня бедности Казахстана вполне оправданы. Бедняками считаются те, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. В том же самом Люксембурге сей минимум составляет 1750 долларов. В Нидерландах более 1600. В кризисной Греции порядка 900 долларов. И вот тут-то и начинаются статистические фокусы. В Казахстане минимальный размер оплаты труда эквивалентен 20 тысячам тенге, или 110 долларам. А черта бедности определяется в 44 единицы американской валюты. Разница со странами Старого Света катастрофическая. Вопросом, как выжить статистически богатым казахстанцам, правительство республики не задавалось без малого 12 лет. Это и понятно. Для чиновников высшего ранга тема, по сути, неблагодарная. Совсем другое дело забота о себе подобных. Надо прямо говорить, что мы поощряем богатых людей. Отличие же в природных ресурсах с той же Европой прямо противоположное. Казахстан богатейшая страна в мире, а простой обыватель здесь беднейший человек. Гордость, что называется, с привкусом стыда.